баннер на поиске это тип рекламной кампании которая показывается с правой стороны от результатов поиска в ответ на поисковый запрос пользователя и происходит она с оплатой за клики баннер может быть только один учтите это а меня зовут Алена Полихович и в сегодняшнем ролике я покажу вам подробную инструкцию как же создать баннерную рекламу на поиске для того чтобы создать данную кампанию проходите в сам яндекс директ выбираете создать кампанию и находите в списке баннер на поиске переходите туда далее поначалу вы называете ее точно так же как если бы вы создавали обычную кампанию сдаёте ей название баннер на поиске временной таргетинг указываете какой вам больше всего там нужен например учитывайте рабочие выходные праздничные дни к примеру если вам это необходимо и также выбирайте часовой поиск переходите географии выбирайте регион показов какой вам необходим пока что все стандартно как в обычном создании обычной поисковой кампании или же кампании РСЯ убираете галочку с расширенного географического таргетинга если вам это не нужно и переходите к стратегии для баннерной рекламы доступны всего лишь два типа стратегий это ручное управление ставками с оптимизацией то есть вы имеете возможность сами выбирайте корректировать ставки в зависимости от условий показа либо же оптимизация количества кликов стратегия здесь уже будет делать это за вас и стремится получить максимальное количество кликов например за неделю но вы имеете возможность например поставить максимальную цену клика допустим удерживать клик допустим там не знаю 50 рублей в среднем за неделю можете уточнить недельный бюджет и также уточнить максимальную цену клика например поставлю 1000 рублей а здесь допустим максимальную 30 рублей к примеру так и нажимаете просто сохранить то есть стратегия будет рассчитываться так чтобы за неделю не превысить ваш порог который вы установили однако в какие-то дни ставка за клик может быть выше в какие-то дни может быть ниже все зависит от того как стратегия посчитает например правильным что принесет вам больше кликов и она может быть ниже либо выше но как я еще раз повторюсь она никогда не превысит ту сумму которую вы задали например за неделю всем привет меня зовут николай шмачков я хочу тоже сказать свое мнение по поводу баннера на поиске да это особый вид рекламы которого нет в google ads и многие кто занимается контекстной рекламой могут даже о нем не знать и это особый баннер стоит довольно таки приличных денег и к нему действительно особые требования к картинке картинка которая должна быть на нем нарисована реально должна быть классной сочной и запоминаться в ней должно быть минимум сложных элементов и максимум достаточно контрастных выделяющихся элементов касательно логотипа и услуги которые вы продаете и слишком много не пытайтесь запихнуть хорошее изображение выглядят строго стильно и действительно практично и ценники на клик в этой рекламе могут быть во много раз дороже чем обычный клик в поиске поэтому если вы хотите настроить эту рекламу точно выберите те ключи по которым вы хотите показываться во вторых ну они должны быть хорошо конверсионные не не забудьте обязательно брендовые ключи по ним тоже нужно показываться там дешевле будет брендовый показ для вас ну и конечно же уделите внимание тому что ключевые слова которые вы выберете могут давать очень плохой фидбэк поэтому следите конечно же за конверсией в этих ключах чуть ли не каждый день реклама может оказаться безумно дорогой но не стоит забывать что даже если по ней не кликают она несет действительно имиджевый характер имиджевый характер вы заключены в том что люди будут запоминать вас запоминает запоминать бывая поиски будет видеть вашу рекламу и даже если вы не кликают для вас это все равно хорошо устанавливаете корректировку ставок если вам она необходима например по полу и возрасту можете поставить например меня интересуют все кто младше 18 я хочу там уменьшить на сто процентов останавливаете обязательно баннер при неработающем сайте поверьте это сэкономит вам гораздо больше денег и переходите счетчик метрики задаете счетчик метрики и обязательно ставите вот эту вот галочку размечать ссылки для метрики если вы не зададите счетчик метрики или же уберете вот эту вот галочку то тогда данные о кликах не будут передаваться в метрику ну и соответственно данные из метрики они не будут передаваться в яндекс директ статистику и вы не сможете отследить вообще показы клики и провести какую-то аналитику Далее переходите в поле специальной настройки, здесь вы указываете минус фразы, такие же как и для поисковой кампании, и при необходимости добавляете запрещенные площадки, то есть те площадки, на которых вы не хотите, чтобы показывался ваш баннер. И после этого вы нажимаете дальше и переходите к созданию непосредственно группы. Здесь вы называете группу, как вы хотите назвать, чтобы вы понимали, и дальше переходите к самому баннеру. Его можно добавить несколькими способами. Во-первых, вы можете загрузить с компьютера, также вы можете загрузить по ссылке с внешнего источника, или же выбрать из ранее загруженных, если вы уже их использовали. И после этого вставляете ссылку на сайт обязательно с UTM-меткой. Ну а чтобы создать UTM-метку, воспользуйтесь нашей утилитой генератор UTM-меток. Ссылку я оставлю, конечно же, в описании. И подписывайте вот здесь баннер поиск, к примеру, генерирую ссылку, копируем и вставляем. После этого вы можете в эту группу добавить еще около 49 баннеров. Переходите к следующему полю, где задаете ключевые слова, по которым должен выводиться ваш баннер на поиске. Например, я перечисляю контекстную рекламу. После этого внизу вы можете также добавить минус фразы на группу, задать регионы, показы именно на группу и сделать корректировки ставок именно на группу. И у них будет приоритет по сравнению с общими корректировками ставок на всю заданную компанию. Традиционно отследить статистику можно в статистике по всем компаниям с помощью мастеров отчета, либо же с помощью поисковых запросов. С помощью баннера на поиске можно привлечь первых своих посетителей и покупателей. И так как баннер на поиске размещается всего лишь один, то он точно привлечет внимание к вашему продукту. Или же во всяком случае заставит пользователей задуматься о целесообразности, например, покупки данного товара или услуги. Возможно, он им нужен, то есть натолкнет на какую-то мысль. Баннер на поиске я рекомендую настраивать молодым и новым компаниям, которые активно ищут свое место и ищут свою нишу и свою целевую аудиторию. Такая реклама поможет заявить о себе или же о вашем товаре или услуге с наименьшим вложением денег. Ну а вы пишите в комментариях свое мнение по поводу данной рекламы. Используете ли вы ее, пытались ли вы когда-либо ее настраивать или, возможно, вы собираетесь в скором будущем ее настроить. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Ну а также не забывайте нажать на колокольчик, подписаться на наш канал, вступить в нашу телеграм-группу, прослушивать наши аудиоподкасты и подписываться на наш инстаграм-аккаунт. И хороших вам продаж!